Добро пожаловать в Warface, братишка! Новый донатик, сука! Рачков гнуть! Ммм, новая карта? Не знаю! Э! Это чё за нах... ПЕЧА! ДОКЮ! Музыка! Мозголом! ВЫШИПАТЕЛИ! ВОТЕЛИ! ИДКО ПАГИА НЕТА ДОКО ПРЕДСТАВЛЯЕТ! Изобилие контента! Или чем примечателен ПТС мая 2020 года? Ну давай, ебукейки, похвастайся, сколько уже мозголомов с этого нового тайпа поставил! Ах... Капитан Очевидность, по-моему, 9! Или 10? Или 8? Короче, как, чё ты ко мне пристав вообще с этими вопросами? Сиди и считай сколько! Один в начале ролика, остальные здесь, и ещё один будет другом ролик! Всё! Начинай! Приветствую вас, леди и джентльмены! Другие подруги! С вами Маркет! А также Капитан Очевидность! Здорово, бойцы! Красавчик! Итак, друзья, сегодня мы будем обсуждать ПТС мая 2020 года! И сразу хочу выразить разработчикам, да, как ни странно, благодарность! Благодарность за обилие контента! Последнее время, что мы видели на наших ПТСах? Ну вот реально, ребят, что мы видели? Ну, как-то, как-то всё настолько неубедительно, как-то всё так сыро, поверхностно, какая-нибудь одна донатная пушечка, какая-нибудь переделка старой карты, и то это днём с огнём как бы, в общем, контента было мало! И вот этот ПТС, серьёзно, за всё время, может быть, существования Варфейс, это один из самых, действительно, таких воодушевляющих ПТСов! Сходу, три новых пушки! Крутая спецоперация! Я ещё не играл, но люди говорят нормально! Офигительная, деточка, карта! Мне зашло! Объясню потом, почему! И, блядь, граната! Вот, разработчики, вот всё, я бы сказал, что это вообще лучший ПТС в истории, если бы не эта граната! Об этом ещё поговорим! Ну вот, сам масштаб нравится! Разработчики, вот, надо постоянно так делать! Вот, когда ты заходишь и видишь столько всего нового на ПТСе, Варфейс преображается, другая игра, это новая игра, это Варфейс 2, Варфейс 3, сука! Варфейс кастом, в конце концов! Вы же любите кастом! М4 кастом, Type кастом, ACR кастом! Вот теперь у нас Варфейс будет кастом, если вы каждый новый ПТС будете давать столько контента! Если на каждом ПТСе будет столько нового контента, да, блин, я буду в эту игру вечно играть! Ладно, общее мнение ясно! Давай-ка по подробности! Что про TypeX скажешь новый? Да, правильно говоришь! Итак, друзья, новый Type! Это нет, это не тот Type, к тому он вообще никакого отношения не имеет! Тот Type китайский, Type 97! Классный, офигенный, суперский! Это Type японский! Это совершенно другая пушка от совершенно другой контора, я в общем понимаю! Это не важно, вообще какая разница, что он там в жизни, там какую контору и так далее! Пушка просто огонь, сразу говорю! И знаете, эту пушку на 99% на 90% точно делает просто, сука, прицел! Я плачу! Почему на остальных пушках нет такого прицела? Это шедевр! Это лучшее, что я в жизни видел вообще! Серьезно, я ни в одной другой игре, ни в одной! Никогда! Ни в Айрон Сайтах, ни в Коу Дьюти, нигде! Я никогда в жизни не видел такого офигенного коллиматорного прицела! За этот прицел просто можно Нобелевскую премию давать в Игрострое! Без шуток! Это лучший прицел! Он охренен! Рамки, они, понимаете, они не слишком тонкие! Вот у друга они тонкие, ты как-то теряешься, как-то вот что-то немножко всегда не хватало этому прицелу! Какой-нибудь Эотэч, у него всё-таки рамки широковаты, иногда можно как-то утерять цель, да, она закрывает немножко вся эта тема! Обзор! А в этом прицеле, ребята, ну просто всё идеально! Рамочка тоненькая, но не слишком! Позволяет сконцентрироваться на прицеливании! Маркер прицела красивый! Синий-голубой, светящийся, но небольшой и немаленький! А вот именно так, как надо! Того самого золотого размера! В общем, практически идеальный прицел! Но, качество этой пушки не ограничивается только одним прицелом! В ней всё прекрасно! Я бы, честно говоря, добавил темпа, так, до 650, но, понимаете, да, при таком уровне это был бы явный перебор! И тем не менее, темп в 625, а у золотой 635, это вполне годно! Пушка впитала в себя всё лучшее, что было у АК-12 и Брена! У неё хороший, в принципе, по нынешним временам темп! У неё мягкая отдача, как у АК-12, чуть-чуть посильнее, но привыкните легко, ребят, без проблем! У неё офигенный прицел, опять же, вот этот! Он, кстати, ещё ускоряет немного вход в зум, и с ним зум получается то ли 130, то ли 135 миллисекунд! Это очень качественно! Это хороший уровень! Но, ребята, самый сок начинается ещё дальше! А именно, в скрытых ТТХ! Минимальный урон 58, сука! Это тайп нового времени! Это там М249 пара, помните, там Мега-Нагип был? Ну, там ещё больше было, но всё же! Падение урона на 1 единицу после, аж, сука, 17 метров! Это означает, что эта пушка просто, сука, долбит через всю карту без шансов! Без шансов! Она на расстояниях огромнейших дамажит почти как в упоре! И при всём при этом, множитель в голову, ребята, на секунду. Пятёрка. Ёпсель-мопсель, пятёрка это множитель старых пушек. Да, кто не знает, раньше у штормовых винтовок множитель у большинства хороших был пять. Этот множитель, потом от него разработчики отказались в основном, потому что, ну, это перебор. Слишком дальнобойная винтовка в плане хэдшотов получалась. Вот сколько никогда такого не было, и вот опять снова. Короче, грубо говоря, можно стрелять через всё чёрное золото снайперу в голову, и будет ваншот практически в любой шлем. Но и на этом все прелести не заканчивают. Это штурмовая винтовка ваншоте с седом в голову. Да-да-да, того самого бронированного в хроме, она сносит заодно попадание в башку. Я хер его знает, сука, ну просто вот наши разработчики в последнее время реально гонка вооружения началась. Это просто убермашина. Но подчёркиваю, в рамках класса штурмовик. Чё, лучше АК и Брэна? Капитан, очевидность, какой Брэнт, какой АК-12, ну серьёзно. Конечно, эта пушка лучше, она намного лучше во всём практически. Она во всём лучше. Ну, давайте честны будем. Она получше, она серьёзно получше, но вот говорить так, что вот, ребят, я не буду призывать вас донатить. Ребята, выкидывайте свои АК-Брэны и покупайте эту пушку. Не, я не буду вот этим заниматься, этой вот популяризацией всей. По одной простой причине, пойдёт ещё там месяца 3-4-5-6, полгода максимум, будет новая пушка. Она ещё многимнее будет, так что, пацаны, в принципе, если вы только штурмовик, и вот чувствуете, что АК-12 и Брэнт вам чё-то не нравится, эту пушку стоит выбить. Если, в принципе, вы можете себе позволить играть в другие классы, ну, как бы, ребят, ну, как бы, не обязательно. А какие шансы против киллтега и сика МПХ? Вот, Кэп, я как раз хотел к этому подойти. Кстати, у этой пушки ещё увеличенный множитель в ноги. Ну, в принципе, это мало как влияет. Так вот, что касается киллтега и сика, нет, 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 нет. Если киллтег и сика, это прямо, это мега нагиб, это именно имба вообще, которая позволяет доминировать над другими классами, то новая штурмовая винтовка, она, вот эта вот, холо-тайп, она позволит штурмовику более уверенно играть против других штурмовиков и снайперов. Но выходить на сика МПХ и киллтег на их дистанции я вам точно не рекомендую, вот вообще никак. Так что, будет самонагиб, почти наверняка, я вам отвечу. Я уже играл, это больно, сука, как всегда. Но, в целом, конечно, пушка мощная, пушка классная. Знаете, что обидно на самом деле, друзья? Обидно то, что, вот, по сути, таким должен был быть АК-12, серьезно, вот таким он должен быть. А, по сути, АК-12, потом F-90, потом Брэн, а потом, сука, наконец-то, вот, вот, то, что надо было, вот они прям на 100% во всех отношениях, они пахнули. Легкая отдача, офигенные модули, охрененный урон, как у Скара, вообще просто супер во всех отношениях. Это надо было раньше делать, раньше. Но, как бы, мир им правят деньги, да, обязательно, сука, мы бы вы сами все понимаете. Эх, жалко, хотел на штурмовика перейти. Ладно, как тебе карта новая? О, Кэп, новая карта, честно, мне вообще бомбически зашла, серьезно. Это, вот, первая часть карты, первая, первый пункт, это доведенная до ума нефтебаза. Как-то, знаете, все, на сука, сбалансировано по уму, не так, как вот там, вот, нет вот такого прям жесткого стояния прицела. Потом уж будет, но пока что очень сочно, очень сочно, очень классно играется, прям вот идеально, графика красивая, сука, прям там, море птички летает, там, рака где-то нагнула, опа, там чайка до кого-то доклюет, там кого-нибудь. В общем, все здорово, реально, первая часть карты, первый пункт просто шедевральный. Второй пункт, ребята, вы знаете, он такой вот, к нему сразу не привыкнешь. Первое время он не нравится, первые несколько каток, потому что это пещеры. Все происходит в пещерах. В пещерах, сука, все бои идут, все как-то вылазят, ты даже не можешь понять, где твои проходы, где не твои, где задние проходы, кто зашел. Короче, жестко. И самое интересное, что я прикинул так, это пещеры. По идее, в пещерах должны расти грибы. Я поискал грибы на стороне Блэквуд, потом поискал грибы на базе Варфейса, потом на подсадах поискал. В итоге понял, судя по всему, в этих пещерах грибов нет. Да. Вторая часть карты, она, знаете, графически классная, она уникальная для Варфейса. Какие-то пещеры, какой-то бой идет. Это интересно, не сказать, что по геймплею мне очень нравится, но классно, классно. Это замкнутые бои, это активные перестрелки. Вообще, эта карта не для крыс, по большому учету. Он же закрывается, и в целом карта очень активная, а-ля вот какая-нибудь нефтебаза, какой-нибудь ангар, меторубка, то есть прямо очень много нагиба. Ну а третий пункт заслуживает вообще, наверное, прям так любоваться можно. Это такое побережье, и бойцы штурмуют здание, красивое такое, знаете, вот красивое такое, как офисное здание. Я не знаю там, что оно по сюжету, я еще в сюжетку не играл, но очень классно, очень классно. Вообще вот эта карта, она как будто не из Варфейса, я не знаю откуда. То есть, как будто из какой-то Call of Duty что-то взято, такие оттенки, цвета, текстуры, как-то вот необычно, сочно, и это радует, это какая-то новизна, это действительно позволяет Варфейсу как-то вот немного по-другому себя преподнести. Это очень классная карта, она очень активная, и лично мне понравилась. Ну давай, вон гони, будет ли она популярна? Кэп, ты знаешь, я думаю, что в целом будет, будет, друзья, я думаю, что эта карта зайдет народа. Она классная, она простая, незамысловатая, единственное, второй пункт, к нему привыкнуть надо. Он несложный, вторая часть, вот этот второй чекпоинт, привыкните, будет классно, серьезно. Первый, третий, вообще никаких вопросов, прямолинейные, классные, нагибные бои. Вот честно, я думаю, что народу зайдет, и я не исключаю, что эта карта даже, возможно, станет самой популярной в режиме штурм. За эту карту разработчикам респект. Давай, Ратишка, расскажи еще про другие пушки, и, конечно же, про твои любимые новые гранаты. Ох, Кэп, опять ты на мозоль наступил. Что касается других пушек, там интересно, не все порадовало, но мы это разберем в отдельном ролике. Отдельный ролик будет про новые пушки инженера. А вот что касается гранаты, разработчики, ну зачем, зачем? Люди на нефтебазах просто орут, просят, уберите вообще это дерьмо из игры, пожалуйста. Не из игры, а запретите на этой карте. У людей сгорит с гранат, понимаете? Хаешки это вообще то, что горит. Это горит у обычных игроков на ангарах на нефтебазах. Это горит у киберкотлет, когда они там на Д-17 каком-то играют. У нас и так в Warface хаешки очень мощные. Вот сравните с другими играми, у нас гранаты реально мощные. И игроки давно просят, пожалуйста, ну хотя бы на определенных карцах как-то ограничьте эти гранаты. Разработчики говорят, да не вопрос, сука, и вводят новую гранату. Кто не знает, это та же хаешка, но у нее больше радиус поражения. Единственный минус, она не так далеко летит, когда кидаешь. На самом деле, на тех дистанциях, которые присутствуют на карте, просто надо другое немножко упреждение больше вверх брать. Летит она прекрасно, достаточно далеко. А теперь, ребята, хрестуем с нефтебазой. Представьте, что вы РМ играете. У вас жопа горит там, каждая победа, поражение, все там, сука, все на нервах, бля. Вот прямо вот все вот, нервы натянуты как струны. Вы заходите за атаку на Д-17 на единицу. Начинайте плент ставить, и вам прилетают 2-3 такие хаешки. Там радиус поражения такой, она мало того, что плент разнесет, так еще все вокруг. Просто, это просто бамбуча. Разработчики, я, я вот, серьезно, введение сцены было меньше ошибкой. Серьезно, подумайте, стора, серьезно. Возьмите свои киберкотлет, поиграя, пусть они там на Д-17 поиграют, потестируйте. Я очень сомневаюсь, что они это одобрят. Серьезно. Обычные игроки тоже не одобрят. Запустите обычных игроков там 8 на 8 на нефтебазу. Сгорит моментально, я даже не сомневаюсь ни секунды. Вот просто оно того не стоит. Попомните мои слова, попомните, будете, сука, потом жалеть, будете локти кусать. Нафиг мы эту гранату вели. Серьезно. Да, это новшество, да, это сочно, но это слишком сочно. Ну и главный вопрос на сегодня. Когда сталкеры куда идут? А, ну это вопрос самый частый. Это не вопрос. Ребят, сталкер завтра, завтра сталкер. Я все отснял, финальная серия. Что там? Где? Где, где, где? По-моему, это Миша. Миша, нет. Не, 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 не. Никаких аргументов в плане гранаты не принимается. Моё мнение абсолютно чёткое. Вот, увидите, со временем будешь там сам жалеть. Итак, сталкер, всё отснял. Там почти, там, час сорок, короче, геймплея. Надо это всё отредактировать. Дебильные шутки Кэпа нахер вырезать, конечно. Мои шутки топ. Говно твои шутки. Вот, всё нормально до ума довести. И прямо это вам представить. Я думаю, это часов на 8-9, наверное, монтажа. Ну там много реально очень. Так что, может, чуть меньше. В общем, завтра вечером ждите. Ну а потом надо будет подумать, какой игру мод ещё пройти. Мда. В любом случае, если данное видео вам понравилось, по каким-то причинам, ну вдруг, то ставьте лайки. А, по желанию. Яйки чешите. Это обязательно. Яйки чесать, сука, но без этого просто никуда. Яйцо почесал, и как бы всё нормально. Ховатайп будет за варбаксы. А граната будет бить на расстояние 20 сантиметров. И всё. И всё, как бы, и без шансов. Вступайте в нашу армию, нагибайте всех. И мы увидимся с вами.